Доброе утро всем! Доброе утро! Доброе утро, Олег. Как ты себя чувствуешь? Лучше, чем вчера. Сегодня не горячий? Нет. В общем, я так думаю, что это у вас акклиматизация. Не знаю, почему она такая запоздалая, настолько запоздалая. Обычно акклиматизация через пару недель происходит. Ничего критичного. В общем, по пару дней каждый из мальчишек поболели, да? Но на всякий случай все равно еще активированный уголь и мизин пьют. Кушают в Пабе Мури соевый соус и яйцо. Олег, соевый соус не хочешь? Алексей дрыхнет. Я тоже только встала. Ой, а дети сами себе яйца сварили. Олег молодец. Мишу покормил, себя покормил. Приятного аппетита. Время уже пол первого. В общем, я достала куриную грудку. Хочу детям сварить супчик такой с лапшичкой. Как его называют? Картошкой, морковкой, с лапшичкой. И мы собрались с Алексеем в магазин за продуктами. Хочу сделать пиццу, чтобы снять для вас мукбан. А потом вспомнила, что у нас в морозилке есть вот такая салями киевская. От старой хозяйки осталась вот эта вот палка небольшая колбаски. Но срок годности хороший, я посмотрела, до 5 января 2021 года. Я Лёше говорю, может быть с неё пиццу тогда сделать? А с другой стороны говорю, вот эта колбаса, она классная, сырокопчёная. Видите? И в Турции такую не купишь. Может тогда, говорю, не размораживать её в морозилке, что ей там станет? Лежит она там и лежит. А пойдём купим турецкую колбасу, с неё сделаем пиццу. А эту колбаску детям оставим, да. Детям пока нельзя, конечно. Но когда им станет можно, можно вот эту колбаску разморозить и сделать им пиццу, да. Так что я пока не буду её тросить. Кстати, я вот такой этот купила. Маргарин. Улькер. Чтобы самсу делать. Тоже дети выздоровят, сделаем самсу. Самсушку как-нибудь. И вообще я страдаю, понимаю, что я страдаю без мантышницы. Хочу уже, знаете что? Хочу уже мантышницу из России свою привезти. Здесь я даже не рассматриваю покупку, потому что моя мантышница огромная, большущая. Что наша семья малоежек наедается, если в ней приготовить, да, манты. Вот. Такой у нас замечательный день, хотела сказать утро. Такой замечательный день. Всем желаем хорошего дня, отличного настроения. Вот. Бассейн только что кипел, успокоился, потому что буквально полчаса назад его закрыли. на перерыв. И слава богу, что есть такое расписание, а иначе бы у нас здесь было бы вообще невозможно. Не было бы вообще промежутков тихих, да? Да. А так хоть вот мы с 12 до 2 отдыхаем от этой всей шума гамма, от этого всего шума гамма. И до 10, конечно, нас тоже никто не тревожит. Но как только 10.00, все, начинаешь уже слышать голоса, крики, визги. А в 11.00 нам включают горки. Все по расписанию, короче, здесь. В 11.00 нам включают горки, и тут начинаются такие крики, такие визги. Вот как-то так. Так, наши соседи из Москвы 7 лет прожили в Алане. И они говорят, что вот, опять-таки, да, особенность, отличие Алане от Мерсина. Они говорят, из Алании мы просто сбежали. У них там тоже была своя квартира, они там 7 лет жили. Очень шумно, очень все, говорит, забито туристами, шумно, говорит. А они уже пенсионного возраста, и мы, говорит, приехали сюда, в Мерсин, чтобы была тишина, спокойствие. Мы тут так, говорит, кайфовали, отдыхали, пока не запустили бассейн. Теперь она говорит, мне так плохо, как только, говорит. Особенно в день открытия, когда здесь была музыка, танцы, шманцы, обжиманцы. Короче, она там вообще с ума сходила, бабулечка, знакомая наша. Вот, и когда я привезу, вернее, Алексей привезет мантыжницу, я хочу вот эти пространства. Не знаю, как насчет над дверью, можешь не делать тогда. Но вот это вот пространство, и на противоположной стене пространства я точно хочу заказными шкафами обделать, уделать. Как это сказать? Заделать. Заделать. Наделать. Наделать. Вот, и все свои мантышницы, многочисленные посуды, всякие там и декоративные посуды у меня же там дофига, да, в Подмосковье. Все хочу вот хранить там. Да, придется на стульчике залазить, чтобы достать. Может, стремянку свою привезем? Слушай, нам уже некуда в машине класть. А я предлагаю пищевую пленку купить и всю технику в пищевой пленке ввести, так будет экономичнее место израсходовано. Без коробочек, в смысле? Да, без коробок. Ну, с одной стороны, да, но это не спасет. Не спасет? Не спасет. В общем, много чего хотим еще привезти. Ну, опять-таки, 100% привезем, если мы к ноябрю месяцу будем понимать, что мы здесь хотим жить. Да, Леш? Нет. Потому что, ну, какой смысл сюда везти, а потом обратно, что ли, везти? Уже привезем и раз и навсегда, правильно? Ну, да, и то, что одни оставили, другие там другие какие-то покупать будут. Ну, мясорубку уже точно не привезем, уже купили. Все, да. Хотя мы купили ее по акции, очень дешевую, 230 лир. Не помню. А, 299. 299 лир. Была большая акция, в А101 мы ее купили, но она, конечно же, после первого раза решеточка потемнела, облезла. Конечно, не самого лучшего качества мы купили мясорубку, но, тем не менее, она у нас есть. Ну, не облезла, она просто потемнела из-за того, что ты обрабатывала его... Острый перец, чеснок. Острый перец, чеснок, да. В принципе, я... Если ты будешь сейчас дальше работать ей, крутить, менять постоянно стороны этой решетки, у тебя решетка потемнела уже, у тебя со временем она будет нормального, облупновенного цвета. Ну, так, в общем-то и целом, меня устраивает та мясорубка. Одна функция у нее, крути и больше ничего не делай. Да, крути и верти. Больше ничего и не надо. Ладно, пойдем перекусим и пойдем в магазин в такую жарую сейчас мы. Потому что надо делать пиццу и вечером мукбанг с пиццей снимать. Че там, на загрузку поставил ты? Нет, там сейчас закончилось. А, вот теперь сейчас могу поставить. Давай, ставь на загрузку, пойдем кушать в магазин. И я не знаю, какие сегодня дела у нас будут. Моя задача сварить детям суп, приготовить пиццу на мукбанг. И, собственно, сегодня я больше ничего не планировала. Вчера я крутила еще вот так вкусно получилось. Я обалдела сама фасольку. Вот у меня здесь греется фасольчка. А предыдущими днями я готовила томаты в собственном соку. Не знаю, вышли уже рецепты или нет. Но я вам показала, какие будут рецепты в перспективе на кулинарном канале. Воду нам принесли. Алексей беспокоился, что сдачи с 50 лир не дадут. Говорит, у пацана полные карманы денег. Полные баклажки воды теперь у нас. А маленькая стоит про запас. Мы ее из магазина привезли. Принесли, потому что... Наверное, еще бутылочку надо про запас поставить. Сейчас на тележке поедем, магаз. Потому что бывает такое, что мы воду заказываем. Сегодня привезли буквально в течение 10 минут. Да, Леш? А бывает, они полчаса везут, а нам уже надо чай пить. А я вообще не ожидал, что в воскресенье привезут, не привезут. Нет, выходные не приводят. А мы, главное, как специально делаем, да? У нас всегда в выходные вода кончается. Я не знаю, среди недели мы, может, тоже заказываем. Не отслеживала, с какой периодичностью мы заказываем воду? Нет, там в телефоне можно. Ну, факт, что обязательно на выходные выпадает день заказа воды, это вот я заметила тоже. Вот. Мы как-то всю субботу заказывали, по-моему. Да, может быть, ага. После воскресенья. Да. И вот мне интересно, между этими наверняка что-то заказывали, да, еще? Мы курицу варили. Когда? В общем... Ну, ладно. Не суть важна. Не столь важна. Пойдем кушать. Все, в общем, я выключаю камеру, пошла кушать. Я себе подогрела макароны. Алексей себе нагрел чай, потому что он вроде как считает, что это утро. Вот, смотрите, 12.39. Он вроде как считает, что это утро, и надо пить чай. А я уже прям хочу существенное поесть. Поэтому вот в этом контейнере от Дондурмы у меня макароны. Вот. Сейчас буду кушать. Мне приятного аппетита. Все, кто со мной будет есть, тоже приятного аппетита. Повторение, мать учения. Я тебе говорил, а начал рассказывать, что посмотрел этот... Увидел на банкнотах турецких нарисованы, с одной стороны, этот Ататюрка, с другой стороны, разные персонажи исторические турецкие. И на 20 лирах нарисован дядька, там написано, как его зовут, который архитектор. Много зданий построил, спроектировал и построил в Стамбуле больше всего, потом в Анкаре, а также ЖД-вокзал в Пловдиве, в Болгарии. А куда мы останавливались, если что? Мы проезжали, да, через этот вокзал, получается? Да, да, да. И также построил ЖД-вокзал в городе Эдерне. Это Турция, недалеко от границы с Болгарией. Это ближайший районный центр к Болгарии. Мы в него хотели поехать, было, но что-то не собрались. Это на 20 лирах, а на 10 лирах нарисован другой, я сейчас не вспомню, как его зовут, Арф фамилия. Это турецкий математик, который придумал там интересные какие-то штуки. Я стал читать про него, я таких даже и слов не слышал в математике. Короче, Арф его фамилия. И на банкноте написано его, как это, он какой-то придумал антиквадрат или какое-то слово непонятное, Арфа, который, собственно говоря, его и прославил. Но он там, я не прочитал, не видел, чтобы он стал какими-то этими, премии какие-то международные завоевывал, но турецкой математикой он очень сильный. Вот такой беспорядочек немножко еще не стали наводить, да, еще здесь в комнате своей? Винни, порядочек. Это я только две банкноты посмотрел, 20-ка и 10-ка. И прочитал, там есть надпись, ну, как зовут этих людей, и мне стало интересно. Машинки, то есть автобусы катаются, машинки. Море, жарко уже сейчас очень сильно. Более 30 градусов сейчас на улице, в телефоне показывает 30-32, но, мне кажется, значительно больше. Прям вот сейчас плющит, и, обратите внимание, деревья стоят, практически не качаются, прям чуть-чуть покачиваясь. А людей вообще, передвигающихся каким-то пешим ходом, или там еще очень мало, вот какая-то дама вышла из соседнего корпуса, и вон еще несколько человек садятся в автомобиль. Прям жара-жара. На море сейчас не знаю, наверняка тоже очень жарко. Мы собрались в магазин идти с телегой, честно говоря, прям это, прям нас жалко. Может на велосипеде быстренько сметнуться, или мама Оля смотается на велике. Народ там говорили, что мама Оля не умеет кататься. Ну да, она только второй раз на него залезла, велосипед в жизни. У нее в детстве никогда не было велосипеда. До этого она на Олегином велосипеде пыталась кататься там у нас дома. Еще та поездка закончилась тем, что она штаны порвала, когда летела с него. А в этот раз даже проехала там сколько-то метров по набережной. Вот такое взаимоотношение с велосипедом у нашей мамы Оли. Это что секреты мои рассказал. Я говорю, надо купить тебе трехколесный, чтобы два колеса было, и это самое. Он не падал, да? Единственное, что с ним хрен запрешься. А, нет, запрешься, у нас есть подъемник в этот, в подъезд, в корпус наш. Так что заедет, по-моему, по ней велосипед. Но на всякий случай надо померить, а вдруг не заедет. Будешь его привязывать на улице. Ну что, картошка нормально сидишь, чувствуешь? А то у нас там шланг соскочил по судомойке, как несколько дней назад. И мы ее вот выселили с луком из-под раковины сюда. Несколько дней они тут уже загорают. Кончаются банки. И баночки, вон, мама Олины, заканчиваются. Она купила упаковку, чуть не в первый день, когда приехали мы сюда. И вот уже, раз, два, три, четыре, шесть, шесть банок осталось. Ну и те, что мы, Оля закрывает, потом открывает для мукбангов, тоже используем, естественно. А еще я вместе с морковкой палец протерла. Да, так что смотрите триллер на нашем канале. Морковка, палец морковки. Что, если эту штуку врубить, тут на балконе такое пекло, просто это самое, можно яичницу жарить на ладони, мне кажется. А если еще закрыть вот это окно, вот это окно, то тогда блок просто навернется. Да, он здесь закипит. Бетон начнет кипеть. Ну что, спальные места были мы организовывать здесь? А, Оля, хотите спальные места организовать? Для гостей. Для гостей? Подписчица из Флориды приедет, из Германии приедет. Друзья вон ездят. Друзья, соседи, да. Соседи. Ну, учитывая, что они нам денег занимали, они уже нам прям близкие друзья. Вот, потому что неблизким людям денег не занимают. Да и так мы хорошо с ними всегда общаемся. Ну да. Вот. Близкие соседи. Угу, близкие соседи. Ну, в принципе, идея хорошая с топчаном на балконе вообще, да? Да. Это дедушка Слава одно из первых дел, что сделал в своем доме, в загородном, где они живут, это начал топчан строить, который постепенно превратился в балкон, который постепенно превратился в кухню, которую потом он закрыл стенами по кругу, там отопление сделал в этом топчане. И сейчас у него топчан стоит уже рядом с этим сооружением. Еще один. Еще один он построил, такой широкий диван топчан. И он здесь, мне кажется, прям в притирочку бы как-нибудь встал с маленьким проходом вот здесь с краю, да. Или вот тут вот здесь, маленький проход. Ну, видишь, длина любого спального места, ну, если покупать в магазине, 2 метра. А у нас 2 метра вот отсюда выходит, я померила. Не можем за мы кровать и так поставить? А там вообще метр 70. А если сделать вот здесь топчан, вот, но широкий, такой широкий, чтобы, если, да, ложиться можно было по диагонали. Кстати, прикольно, смотри, там розетка, там можно телефон кинуть на зарядку какую-нибудь. А на том балконе нету, да, розетки? А, есть розетка. Пойдем к соседу посмотрим, какой топчан. Думаешь? Да. Я бы спала сейчас тут. Это небо и земля, какая температура в ночное время на балконе, при открытом балконе, и какая в комнате. Это небо и земля. Ну, давай на дубнушку купим матрас, бросишь здесь и поэкспериментируешь. Или здесь, или на том балконе, без разницы. Ммм, слушай, вот у меня прям идея. Надувнушку и чердак. Надувнушку тогда, когда гостишь, мости, когда там надо, ну, когда надо ей пользоваться, да? А когда нет, это будет пространство для вот нашего, как мы сейчас балконом пользуемся. Да. То есть надувнушка и чердак здесь будет. Так что, милости просим. Ага. А на том все шкафами уже загармождено, уже там не претендовать ни на что. Да, да, все в шкафах. Потому что приедет мантышница моя дорогая, посудка, всякие там формочки, шмормочки. Шмормочки. И все там будет заполонено. Окей, все, все планы ты рассказала. Пойдем, делаем дверь пошире, что-то сейчас жарковато. Мы сегодня еще не открывали дверь на проветривание, она стоит на самом маленьком, так сказать, размере. У нас тут входная дверь, квартиру. Сегодня. А здесь у детей будем чердак громадить? Открываем. Устанавливаем. Слушаем, как он читает. И делаем вот так. Все. Режим проветривания. Наши знакомые просто открывают двери Настюш и не парятся. Миша, угадайте, какую книжку Миша читает. Он специально в полголоса. Давай, давай, читай. Не отвлекайся. Мы сперва думали, Псалом какой читает, но он говорит, нет, книгу. Давай, давай, читай. Молодец, удачи. Сейчас тебе расскажу. Еще раз зрителям скажи. Что сказать, привет, привет зрителям. Мама Оля пытается найти аптеку, работающую, ближайшую. А в картах все написано, все закрыты до завтра. Поэтому по воскресеньям здесь люди не болеют. Все здесь здоровенькие, держатся все к силу до понедельника. Хотя детям купить уголь активированный. Я предложил пойти, я разжечь костер из палочек. Потом дождаться, когда он прогорит. Потом аккуратно уголь собрать и накормить. Ну, Оля сказала, что это не вариант. Он будет и такой активированный. Не настолько активированный, как хотелось бы. А можно еще из мангала где-нибудь насобирать. Еще со вкусом каких-нибудь котлеток и розжига. Мне, пожалуйста, уголь со вкусом шашлыка. Со вкусом шашлыка, да. Хороший вариант. Больной, вы уверены, что вам можно такой этот шашлык? Да. Иди к соседу спроси. Иди посмотри, может он будет. Все, хорай уже, ты их вылечила, ты молодец. Уголь точно потратила весь. Я могу просто ногами доехать на лесопедке, может быть. А если они закрыты, что ты там добьешься? Ну, потом замок и пойду обратно. Целоваться с замком поедешь? Да. Ничего так не касаемо. Это же питонья, чтобы по ней постучать охота, а? Э-э-э-э. Тай-э-э. Тай-э-э. Я не могу быстро бизать, и меня молда трясется. Зайдем пока ехать. Этот шпиндель сегодня перед завтраком в трусы засунул айфон, пошел, руки помыл в ванной комнате, там айфон оставил, пришел, позавтракал и говорит, я в туалет по-большому надолго. А я... А я ему говорю. Да, только айфон верни на балкон обратно. Миш, не надо баловаться ноутбуком. Да, Михаил Алексеевич, раскусила тебя мама? Не раскусила. Не раскусила. Раскусила. Так, мы собрались в магаз. Сейчас возьму маску. Олега уже лучше, он уже не температурит. Дай я тебя потрогаю, сынок. Нормально себя чувствуешь? Да. Ну так, вроде не горячий. А почему-то просто не заправляет. Давай, давай, заправляем постель. Иди свою постель заправь. Нашел? Да. Где? Держи. Своё моё. Спасибо. Зачем они у тебя и так какие? Я посмотришь.